МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии Ирины Ромбальской. Здравствуйте. И вначале коротко о главном к этому часу. Диалог в атмосфере обоюдного доверия и взаимопонимания президента Белоруссии и Туркменистана обсудили перспективы сотрудничества двух стран. В ЧП в районе московского Домодедова пожарная машина протаранила людей. Один человек погиб. И главное, чтобы костюмчик сидел, что будет в тренде будущего учебного года. Новинки сезона представили в Минске. Белоруссия и Туркменистан активизируют сотрудничество в сфере международного транспортного сообщения, а также в торговле. В Ашхабаде завершились переговоры Александра Лукашенко и Игоря Бангулы Берды Мухамедова. Символом белорусско-туркменской дружбы стал горлыкский горнообогатительный комбинат. Это отметили обе стороны. Уже завтра президенты дадут старт работе этого объекта. При этом его сопровождение и подготовку кадров, как заверил Александр Лукашенко, наша страна продолжит. Тем более партнерство в подготовке туркменских студентов в белорусских вузах уже можно назвать образцовым. Впрочем, потенциал развития отношений государств есть во многих областях. На переговорах в расширенном составе лидеры двух стран отметят. Дополнительные точки взаимодействия нужно искать и дальше. Успешное завершение грандиозного совместного проекта по строительству горлыкского горнообогатительного комбината еще раз продемонстрировало высокий потенциал нашего сотрудничества. Я при этом хочу подчеркнуть совместного. Мы его с вами построили. Ну, так как мы с вами и договаривались. Мы же не великие там капиталисты, как раньше говорили, пришедшие от учета, схватили и ушли. Тогда мы договаривались, что мы приносим технологии и обучаем людей. И многие сегодня туркмены с гордостью могут сказать, что они освоили эти технологии. Беларусь рассматривает вашу страну в качестве одного из важнейших экономических партнеров в Центральной Азии. Я сегодня еще раз убедился в том, что многие государства, в том числе такие мощные, как Китай, Япония, увидели в вашей стране как точку опоры, как плацдарм, откуда можно торговать и в экономическом плане вести наступление на колоссальный регион, который находится южнее вас. Это Иран, Пакистан – огромная страна, и особенно Индия. У вас прямой выход в Арабский залив, Персидский залив. Все вы сделали для того, чтобы притащить сюда не только инвестиции, но и интересы ведущих стран и компаний всего мира. И это благодаря вашей идее по развитию логистики, по развитию транспортных коридоров. Вы правильно сказали, нам надо определиться и выбрать вот этот коридор, по которому должны передвигаться наши грузы сюда и особенно отсюда. Беларусь готова создать дизель-поезд для жаркого климата Туркменистана. Значительно продвинуться может также сотрудничество в IT-сфере и науке. Это может быть обмен опытом и разработками в сельском хозяйстве, энергосбережении, здравоохранении и биотехнологиях. Настроенность на диалог подтверждают 11 документов, которые Беларусь и Туркменистан подписали по итогам переговоров. Лидеры государств приняли совместное заявление, в котором стороны подтвердили готовность сотрудничать по различным направлениям. И сегодня же в Ашхабаде с участием двух президентов открыли комплекс зданий нашего посольства. В торжественной церемонии приняли участие официальные делегации двух стран, представители ДИП-корпуса. Глав государства знакомились с обустройством административного здания и территории комплекса. После чего состоялась церемония посадки деревьев на территории посольства. Полную картину этого дня визита Александра Лукашенко в Туркменистан в нашем вечернем выпуске. А пока к другим темам. Нефтегазовая проблема в отношениях Беларуси и России будет разрешена. Такое мнение сегодня высказал журналистом глава российской депмиссии в нашей стране Александр Суриков. Также дипломат анонсировал встречу президента в Беларуси и России. Она пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие запланировано в узком и широком формате. Главы государств пославом посла обсудят актуальные вопросы белорусско-российских отношений, а также развития ЕАЭС. Слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, посещая Киргизстан, то Россия и Беларусь братские народы, любые споры, в том числе нефтегазовые, мы разрешим к всеобщему взаимопониманию. И слова президента Республики Беларусь, что нам надо встретиться и мы встретимся скоро. И найдем решение всех сложных вопросов. Это сигналы, которые позволяют надеяться, что мы выйдем из этого несогласованных действий в области газа и нефти. И придем к консенсусному решению, удовлетворяющему обе стороны. Отмечу, 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Сегодня стороны признают, что союзное государство является наиболее продвинутым интеграционным проектом на постсоветском пространстве. Нацбанк четвертый раз за год принял решение снизить ставку рефинансирования. С 19 апреля этот показатель составит 14%. Таким образом, регулятор отмечает снижение инфляции и стабильность на валютном рынке страны. Ожидается, что изменения ставки положительно скажутся на банковской системе и на простых гражданах уменьшенными процентами по кредитам. 9 человек оказались под колесами пожарной машины. В Москве одна женщина погибла, еще четверо пешеходов госпитализированы в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на дороге, ведущей к аэропорту Домодедово, вблизи пешеходного перехода. Точная причина происшествия устанавливается. По предварительной информации у водителя случился гипертонический криз. К месту ДТП выехали следователи. Служащие аэропорта сотрудничают с правоохранителями, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП. Австралия под угрозой наводнения. Службы безопасности объявили об эвакуации 40 тысяч человек, проживающих вблизи рек. Шторм Дебби, обрушившийся на страну во вторник, сменился проливными дождями. Некоторые дороги уже затопило. Потоки воды смывают людей и машины. Десятки тысяч жителей все еще остаются без электроснабжения. Восстанавливать его при таких погодных условиях практически невозможно. Многие школы, детские сады и университеты остаются закрытыми. Синоптики предупреждают. Самые сильные затопления ожидаются на северо-востоке страны. Между тем, австралийские жители обнаружили необычное последствие шторма. Посреди автодороги спасатели наткнулись на большую акулу. В Индии продолжает расти количество пострадавших при сходе поезда с рельсов. К этому времени спасатели обнаружили более полусотни травмированных пассажиров. Их доставляют в ближайшие больницы. Состояние многих медики оценивают как критическое. В результате аварии опрокинулись 8 вагонов пассажирского поезда. На месте происшествия все еще ведутся поисково-спасательные операции. Специалисты выясняют причины трагедии. В Китае раскрыли схему масштабных финансовых махинаций на сумму около 150 миллионов долларов. Аферисты подделывали счета, связанные с возвратом налога на добавленную стоимость. Мошенников, среди которых 10 человек, удалось задержать. В ходе рейда у них обнаружили печатное оборудование и поддельные штампы. Кроме того, на них было зарегистрировано около десятка фиктивных компаний, оказывающих услуги по бизнес-консультированию. В скором времени подозреваемым будут предъявлены обвинения. В Италии будут защищать права несовершеннолетних мигрантов. Нововведение содержится в соответствующем законопроекте. Накануне Нижняя палата парламента одобрила документ. Теперь дети-мигранты будут обладать теми же правами, что и их сверстники из Евросоюза. В частности, на принудительное возвращение несовершеннолетних на родину вводится запрет. Кроме того, по всей стране будет создана сеть центров первичного содержания, предназначенных специально для детей. Также будет обеспечен доступ к необходимой медицинской помощи и ускорен процесс получения статуса беженца. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ. Проблемные места в разных сферах экономики продолжают изучать представители ведомств. Рабочая группа Министерства экономики, труда и социальной защиты, а также строительства и архитектуры посещает Витебскую область. Вместе с представителями местной власти и бизнес-кругами чиновники от Министерства обсуждают вопросы создания рабочих мест, роста заработной платы, привлечения инвестиций. Цель командировок – выявить резервы роста экономики. В Витебской области, по мнению рабочей группы, сельское хозяйство, получая весомую поддержку от государства, развивается недостаточно эффективно. Наиболее, может, кусты проблем – это, конечно, сельское хозяйство. Ни одна из отраслей не получила столько поддержки, как сельское хозяйство. В прошлом году подписано целый пакет документов. И вот здесь действительно надо смотреть, работать, искать резервы, как повышать эффективность сельского хозяйства и сельхозорганизации. По всем проблемным направлениям будут сформулированы системные предложения, которые отправят на утверждение в правительство. В течение двух недель чиновники планируют побывать во всех регионах Беларуси. Тем временем вопрос занятости беларусов сегодня поднимался и в парламенте. Глава Верхней Палаты призвал депутатов активнее подключаться к решению проблем граждан с трудоустройством. Несмотря на насыщенную законотворческую деятельность, работа в избирательных округах не должна уходить на второй план. Вы хорошо знаете ситуацию у региона, имеющуюся на местах проблемы. Людей волнуют многие вопросы. Но в настоящее время на первый план выходят вопросы занятости, вопросы трудоустройства. Мы должны находиться на переднем крае этой работы. Сегодня же в Палате представителей обсудили и повестку предстоящей весенней сессии. Новый законотворческий сезон обещает быть плодотворным. В парламентарии намерены рассмотреть три десятка вопросов. В депутатском портфеле законопроекты, которые затрагивают важнейшие сферы белорусского общества. Напомню, весенняя сессия парламента шестого созыва откроется уже в ближайший понедельник. Новинки школьной формы представились сегодня в Минске. В тренде будущего сезона кардиганы, сарафаны и стильные юбки-плиссе. Всего к новому учебному году предприятия разработали около 500 моделей брюк, пиджаков, платьев и блуз, созданных в рамках масштабного проекта «Школа будущего». Воплощать его начали несколько лет назад. В прошлом году в эксперименте поучаствовали 12 тысяч учащихся со всей страны. В этом году их будет больше. Выбрать стиль и цветовую гамму формы каждая школа сможет на свой вкус. Со следующего учебного года мы планируем, что школьную форму у нас будет уже вводиться с 5 по 8 класс. Выбраны несколько моделей. Потом уже эти модели будут показаны родителям на родительских собраниях, показаны учащимся школы. И к концу учебного года мы определим одно-две модели, которые будут у нас вводиться. На пике популярности в этом году плесе мы предлагаем сарафаны, юбки из тканей, трикотажных полотеней, из тканей, комбинированных с плесированной тканью. Обновлять школьный гардероб родители смогут начать совсем скоро. В продажу новинки поступят уже через месяц. Это все, что мы успеваем рассказать к этому часу. Далее спортивное обозрение о развитии событий в 19.30 расскажет мой коллега Сергей Прохоров. До встречи.